привет друзья это канал вселенная beautiful world проект географии инвестиций меня зовут евгений и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы про инвестиции и в этом году мы также открыли инвестиционный портфель для нашей дочери которые всего один годик но мы пытаемся собрать ей инвестиционный портфель и сегодня я отвечу на те вопросы которые поступили именно по детскому инвестиционному портфелю итак вопрос номер один какие акции покупать в детский портфель детские портфели скорее всего подразумевается ну в моем понятии что это на долгосрок если моей дочери в данный момент год то горизонт инвестирования скорее всего это будет лет 17 18 поэтому акции которые вы будете добавлять в детский инвестиционный портфель должны быть на мой взгляд именно дивидендами чтобы дивиденды поступали ежеквартально на ваш счет который вы можете также реинвестировать купив тот или иной актив не важно какая компания важно то что она стабильная и она платит стабильно дивиденды поэтому в детский портфель можно добавлять именно такие вот надежные бумаги которые будут приносить больший доход не от роста цены а именно от дивидендных выплат вопрос номер два покупка квартиры для ребенка это хорошая инвестиция в 2020 году при рождении первого ребенка тоже выделяется материнский капитал поэтому многие задумываются о том чтобы купить квартиру для ребенка но насколько это целесообразно во первых я хотел бы сказать о том что мы не знаем кем станут наши дети мы не знаем какие у него у нее будут интересы где она или он захочет жить то есть покупая квартиру и рассчитывая на то что вы будете допустим ее сдавать как инвестицию это можно разглядывать на долгосрок при достижении совершеннолетия этого квартиру конечно можно продать и вырученные деньги отдать именно своему ребенку для начала может своего бизнеса образования переезда в другой город в другую страну туда куда ему будет комфортно где он захочет жить поэтому покупка квартиры скорее всего да это очень интересная инвестиция но покупать именно конкретно вот я хочу купить допустим квартиру в ростове-на-дону потому что мой ребенок вырастет поедет учиться у него же будет своя квартира по сути это да это правильно ребенку нужно помочь но но с другой стороны принесет ли вам квартира именно тот доход от сдачи и в аренду либо проинвестировать эти деньги на фондовый рынок здесь решать уже вам и на мой взгляд квартира никогда не будет лишний и инвестиции в недвижимость по сути сейчас тренд времени многие покупают квартиры покупать налогосрок покупают их для того чтобы сдавать и получать арендные выплаты и тем самым гасить ту ипотеку которую не берут потому что выплата я точно не помню сколько сколько сейчас то ли 480 тысяч рублей она конечно не покроет покупку квартиры третий вопрос где брать деньги для инвестиций я так понимаю для инвестиций в детский портфель им здесь но допустим все очень просто у вашего ребенка день рождения бабушка дедушка друзья приезжают дарят подарки почему они не могут подарить допустим ребенку 10 акций от нефти перевести деньги на брокерский счет и купить эти акции пусть они ли лежат я думаю именно отсюда и нужно смотреть что за счет подарков близких родственников и друзей можно именно пополнять детский портфель но и опять же мама с папой почему бы и нет они всегда всегда небольшую копеечку могут отложить и в детский портфель и вопрос номер пять во сколько лет стоит начинать собирать инвестиционный портфель для ребенка да я думаю как ребенок родился появился на свет получил свой первый документ виде свидетельства о рождении то либо мама либо папа могут открыть на себя инвестиционный счет брокерский счет и начать уже собирать ребенку портфель инвестиционный на будущее его на будущее его образование поэтому с рождения вопрос номер шесть достаточно интересный вопрос я помню как 80-е годы мои родители откладывали на сберегательный счет мне накопления в итоге я получила в 1997 году сущие копейки которых мне хватило на покупку одной пары носков а ведь была отложена хорошая сумма не произойдет ли это снова да действительно время тогда было не очень легкая скажем тяжелая но все же сберегательный счет в банке на которые откладывали наши бабушки и дедушки у меня тоже была такая же сберегательная книжка куда мне бабушка папа там мама откладывали именно на мою буду идущее и у сестры у моей была тоже такая книжкам сберегательная и в итоге мы получили по ним сущие копейки если это делать сейчас допустим на фондовом рынке покупать активы для ребенка опять же вы покупаете их на долгосрок то есть если стране не дай бог что-то там произойдет рублю пойдет доллар вырастет по сути можно диверсифицировать портфель ребенка именно по валютам сделать такую подушку безопасности допустим 60 процентов доллар 40 рубль либо разделить в равных долях доллару рубль евро за счет этого можно именно сократить те потери которые возможны быть уверенным в том что у нас стране не произойдет чего-нибудь глобального в этом нельзя быть уверенным на все 100 процентов под а потому что может произойти все что угодно пример советского союза нам наглядно это показывает но сейчас допустим в стране совершенно другая экономическая политика если советский союз это была командная экономика неконкурентно способная то какие-то задатки именно рыночной экономики сейчас мы видим у нас в россии поэтому сильно переживать я думаю не стоит и именно диверсифицируя свой портфель не только по валютам но допустим и по странам те компании которые вы покупаете можно часть из российского рынка часть из американского часть из китайского который к сожалению нас последнее время не радует но в то же время вполне конкурентоспособный рынок и очень хороший рынок поэтому инвестируйте ничего не не бойтесь я думаю когда ваш ребенок вырастет он уже будет с хорошим капиталом который даст ему значительный старт в его жизни на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета поделитесь этим видео в социальных сетях поставьте лайк дизлайк напишите комментарий до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока